Михаил Иосифович, вот вы буквально с языка у меня сняли. У меня всегда такой вопрос, вот он у меня на зубах просто завяз. Украина и Израиль. По сути, общий же враг. Какого, простите черта, не действовать сообща? Вот почему не найти общий язык? Вы имеете в виду что общий же враг? Общий враг, собственно говоря, вот эта вот ось зла, которая инспирирует все эти очаги войн. Собственно, и на Ближнем Востоке тоже. Кто? Кто? Украина и Израиль могли бы дать бой. Серьезный бой. Одна секундочка. Будьте так любезны. Назовите, пожалуйста, когда вы говорите общий враг и ось зла, назовите страны. Россия и Иран. Россия и Иран. Скажите, пожалуйста, что сделала Украина для помощи Израилю? А вот тут я с вами соглашусь. Ничего. Ничего. Если Украина не сделала ничего о помощи Израилю, есть ли что бы то ни было, что Украина сделала во вред Израилю и в помощь Ирану и России? Ну, как вам сказать? Я украинская журналистка, я своих соотечественников сильно критиковать не могу, но я думаю, что вы знаете. Нет, какой критики, только факты. Я думаю, вы знаете мой ответ. Какой же? Откуда же мы? А вот, допустим, в помощь России. Украина до сих пор сидит на транзите газа и нефтепродуктов в Европу, который приносит 12 миллиардов долларов ежегодно Путину, который тот же обращает на войну. Да. Значит так. Украина в течение всех последних лет, в том числе в течение всех лет вот своей последней войны с Россией, в ООН подписывает, голосует за все антиизраильские резолюции. Практически все. При этом она голосует за антиизраильские резолюции вместе с Ираном, который посылает дроны бомбить Украину, и вместе с Россией, которая занимается уничтожением и завоеванием Украины. Вопрос. Почему, ведя такую политику по отношению к Израилю, Украина хочет, чтобы Израиль, что бы то ни было, делал для Украины? В чем здесь логика? Я хотел бы знать. Ну вот я тоже логики здесь не вижу. Я вам хочу сказать, как только украинские журналисты, а тем более украинские журналисты, которые работают на оппозиционные российские СМИ, на западные СМИ, начинают критиковать что-то в нынешней политике Украины, официальной, им говорят не на части, не ко времени. Это все потом. Скажите, пожалуйста, простите, простите, ради бога, я вас перебил. Кто говорит? Кто? Кто? Говорит большинство, которое, собственно говоря, обслуживает... Большинство кого? Большинство это большинство... През фактов информации, блогеров, популярных комментаторов, которые, знаете, вот пишут, российский рубль возомнил себя ракетой и полетел вниз. Давайте радоваться. Погодите, погодите, погодите про рубль, это отдельно. Вы хотите сказать, что общественное мнение или голос СМИ критикует украинских журналистов или блогеров, которые пытаются в чем бы то ни было критиковать Украину. Я так понимаю? Вот я вам хочу сказать, мне сейчас 10 человек напишут, что я кремлевская консерва. Одна секундочка, я вас понял, правильно или нет? Да. Какое вам дело... Вы меня поняли до того еще, как я сказала. Одна секундочка. Как с этим быть? Если вы полагаете, что вы правы, какое вам дело до идиотов и вредителей, если эти идиоты и вредители не могут лишить вас права голоса? Собака лает, караван идет. Какое вам дело до их слов? Вы будете поддакивать тем, кто будет резать вам горло или как? Не буду. Не буду. Сто процентов не буду. Я лично не буду. Значит, дело обстоит в том, что поскольку Украина в значительной мере руководится лицами, насколько я способен понять, которые не вылезают под свет, так сказать, СМИ и общественного мнения, то вот эти лица, будучи наимитами социалистической демократической партии США, занимаются тем, что работают на уничтожение независимых суверенных государств и на создание глобальной социалистической системы с диктатурой мирового олигархата во главе. Именно этим и вызвано стремление этой верхушки, этого движения уничтожить Израиль как самостоятельное государство, суверенное и нежелающее разделять уничтожительные антиценности нынешнего Европейского Союза. Именно этим объясняется то, что делает демократическая партия с Украиной. Только слабоумный, только человек, травмированный на голову, может не понять за прошедшие, скоро уже три года, такой войны, что демократическая партия все это время спускала Украину в унитаз, ее обескровливая. Демократическая партия таким образом добивалась предельного ослабления Украины и одновременно возможного ослабления России, потому что такая война Россию также, разумеется, не укрепляет. Совершенно понятный выгодополучатель главный – это Китай. Теперь, поскольку Китай – государство авторитурное, огромное, с мощной экономикой, и может аккумулировать гигантские средства без всяких конгрессов, без всяких сенатов, без всяких верховных судов, вот решит Полетбюро ЦК КПК во главе с товарищем Си дать кому-то полтриллиона долларов и дадут тайно и ни перед кем не отчитываясь, то Китай в значительной мере покупает уродов типа Байдена. Вот какая история. Таким образом, Китай получает выгоду, ослабляя Украину, Европу, Россию, а Россию он потихоньку переваривает с дальневосточного конца. Здесь все просто. А что касается Европы и остального мира, он его захватывает и заглатывает кусками. В этом тоже нет никаких открытий. Это происходит уже много лет, об этом многие уже говорили. Вот выгодополучатель. А что касается демократической партии, она думает, что она попробует в свою очередь использовать Китай, который дает за это деньги, деньги, деньги дает, так или иначе, в тех или иных формах, для того, чтобы построить свой мир глобального социализма и противопоставить его Китаю. Ну а там, как Бог даст, что выйдет, мало ли что. Знаете, Давос, такие умы, такие интеллектуалы, такие плановики, ювальной харари. Да вы что, он левый, он гомосексуалист, он наш, понимаете, да? И вот этот наш объясняет, что все будет хорошо. И Украина здесь, как даже не кур, а как цыпленок в ощупь попала во всей этой механике. И совершенно верно, а Украина не препятствует России качать, стало быть, через свои нефтегазопроводы. Такое вот интересное время. Так что Израилю, который воюет с первого дня своего существования, при огромном численном перевесе противника, сначала нужно думать о том, чтобы все-таки выжить самому. Украина хочет, чтобы Израиль помогал ей, чтобы Украине было больше шансов выжить. А на судьбу Израиля, как, собственно, на судьбу всех остальных стран, Украине глубоко плевать. Мы имеем место с огромным национальным эгоизмом. Да, Украина в трагическом положении, да, Украина подверглась агрессии. Но нужно же думать, что кроме Украины в мире есть еще люди и еще страны. И у них свои проблемы, иногда тяжелейшие. Если не отдавать себе в этом отчет, то невозможно понять, что в мире происходит. И невозможно ожидать, требовать, планировать помощи в адекватных размерах и формах. Вот какая трудность. Вы знаете, я вас очень хотела спросить о том, как Европа докатилась до диких, совершенно антиеврейских погромов. Поскольку я нахожусь во Франции, я практически была свидетелем того, как 4000 полицейских сдержались с трудом, и то произошла потасовка, на стадионе во время матча французской и израильской сборных. И это было уже после того, как жуткие вообще следствия были этих погромов в Амстердан. Вот еще недавно, казалось бы, мы смеялись над дагестанцами, которые в турбине самолетов искали евреев. А тут, извините, Амстердам, который лоярен ко всем. Вообще ко всем, любым меньшинствам, национальным, там, каким-то там еще расовым, сексуальным. И происходит вот такая вот, грубо говоря, скотто-ересь. Значит, значит, жить надо не в России и говорить надо не по-русски. Жить надо в Америке или хотя бы в одной из приличных европейских стран. Германия, Франция, Англия. Говорить и писать желательно по-английски. В крайнем случае, по-немецки или по-французски, но это не то. Потому что Россия, обочина западной христианской цивилизации была, есть и будет. Уж теперь точно будет. Почему я это говорю? Потому что в 2015 году на сайте Эхо Москвы, я это не в первый раз повторяю, простите бога ради, я опубликовал статью «Хоронить заказывали», которая была признана по итогам 15-го года первой по количеству прочтений статьей в русскоязычном интернете. 500 тысяч было только на сайте Эхо. А что касается перепечаток, перепостов, зеркал и так далее, там было несколько миллионов. Речь шла о том, что вот эта вот вся миграция, она Европу прикончит. Примерно в то же время, может быть, на пару лет пораньше, точно не помню, я был на одном из федеральных каналов, по-моему, на ТВЦ, на теле говорили, мне там 4 человека всего было, где разговаривали, мне уже однажды комментаторы написали, а я опять забыл, это было во времена президентства Оланда, и приезжал француз, социалист, еврей, который в детстве уцелел в, по-моему, Дахау или Освенциме, который говорил о том, что, да, конечно, надо помогать мигрантам, посылать суда, прямо к берегам Северной Африки, чтобы их перевозить. А я спрашивал, этот человек был похож на цыганского барона, такой смуглый, шапка черных курчавых волос, и ему не хватало только большой золотой серьги в ухе, он был личный друг Оланды и так далее, и так далее. Кретин полный, вы понимаете? И когда я ему говорил, что вы понимаете, что вы везете тех, кто вас, евреи, в Европе будет резать, то весь ответ вы говорите прямо как фашисты. Вот эти кретины это сделали. А в 19-м году в книге «Еретик» у меня была 60-страничная глава «Евреи как авангард самоуничтожения цивилизации», где говорилось о том, что 70% американских евреев, голосующих за демократов, против республиканцев, то фактически против Израиля, и за всю левую повестку, как будто ударенные головой, они не понимают, что они приближают еврейские погромы по причинам такой-то, такой-то и такой-то. В ответ на что я получил полтора десятка рецензий. Вот одна из этих рецензий была написана как на первую, так и на вторую. «Продажным негодяем, которого зовут Игорь Яковенко». Я повторяю, «Продажным негодяем, которого идиот из Ютуба, откуда еще интернета, хавают за борца за свободу. Который был лектором по марксизму в Советском Союзе. Который секретарствовал в райкоме. Который потом был, конечно, депутатом. Который потом был секретарем Союза журналистов. Которого оттуда поперли за мошенничество и воровство. Потому что он сдавал как казенные площади акционеркам, которые через перекладку были его собственные. И клал в карман эти деньги. Который свалил в Прагу и говорил, нет-нет, я давно не был в отпуске. И поэтому... И вот эта вот тварь с достойным лицом. Потому что только продажная шмаль могла в 80-е годы, когда никто ни во что не верил, строить карьеру в системе КПСС. Только продажная тварь без каких бы то ни было убеждений и принципов. Он рассказывал, что Европа... Нет-нет, она не погибнет. Иммигранты это хорошо. Он рассказывал, нет-нет, чем это Веллер недоволен ивреями. То есть, понимаете, как это автосемитизм, и аут, и самосемитизм, чего-то там еще и так далее. Я потому называю этого мерзавца, что он лишь один из десятков и десятков негодяев, которые толпа в интернете слушает, развесив большие уши, нечто среднее между лопухом обычным и ушами индийского слона. Потому что существует опознавательная система свой-чужой среди политических блогеров, журналистов и сейчас. То есть, ты против Путина, ты осуждаешь русскую агрессию в Украину, значит, ты свой. После этого ты можешь нести все, что угодно. Но ты свой. Ты же против Путина. Ты же против агрессии. Значит, ты свой. После этого ты можешь топить республиканцев вообще в дерьме. После этого ты можешь объяснять, что негодяи, социалисты, продажные, коррумпированные твари, начиная с Обамы и Клинтонов, это нет, хорошие люди и так далее. В результате мы имеем то, что имеем. Сейчас они сокрушаются. Какой ужас, какой позор. Что ж пошло не так? То есть, КГБшный подонок швец, работающий на американские спецслужбы, ибо ни в каком ином случае он не мог бы получить разрешение на въезд на территорию США, бывший разведчик КГБ. И еще целый ряд ГБшников, которые благополучно раскручивались на украинских СМИ. А теперь Украина спрашивает, что делать? Врать меньше надо. Думать надо, что к чему. Правду надо думать и правду надо говорить. Вы хотели исповедовать либеральные ценности, которые на самом деле антиценности. Вы хотели уничтожение государства, свободных нелегалов в Европе. Вы хотели превращение Европу в Еврабию. Вы хотели, чтобы гомосексуалисты были королями и не смеет ни слова говорить против. А чем вы теперь недовольны? Вы часть этой политики. Вы один из результатов всей этой политики. Вы находитесь как один из островов плавучих, текущих в этой общей реке. Нужно помнить, чёрт вас всех деревьев. Люди всё знают и нихрена не понимают. Много-много лет назад все, кому не лень, повторяли из Джона Донна. Они бы не слышали никогда, кто такой Джон Донн. Но они-то прочитали, как эпиграф поэтому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Человек не остров. Вот они прочитали, они поняли нихрена. Джон Донн был умнее, чем они. Вот какая история. Они не понимают, что они не сами по себе. Они лишь часть всей этой паутины. Если ты принимаешь условия игры и ценности всей паутины, то тебе в ней не дернутся. Потому что в паутине главный паук. Такая вот история. Если ты хочешь слушаться паука, то у тебя нет шансов выбраться из этой паутины. Вот это о роли и его положении Украины сейчас. Вы знаете, вот вы сейчас рассказываете эти вещи, я буквально на себе это все прочувствовала, поскольку буквально позавчера спасала от трех погромщиков с битами человека, который в французском городе держит магазины, он еврей. Люди ходят, они не видят. Они не видят этих малолиток, которые пришли крушить эти витрины. Им пофигу. Леванская повестка. А вдруг это за Палестин? А вдруг это за еще что-то? Человек забаррикадировался и сидит у себя в этом магазине. Я не говорила бы об этом, если бы я не видела измалеванную совершенно, вот исписанную лозунгами фри газа, фри Палестина, Сорбону. Блистящий университетский квартал. Я реально вот как бы приехав сюда, я понимаю, что поскольку я украинка, и я попала в эти условия, я должна их принимать. Но что-то во мне все-таки говорит, слушай, а зачем принимать глупость, зачем принимать преступность, зачем это делать? Значит, 30 лет прошло с тех пор, как знаменитый Сэмюэл Хантингтон выпустил свою знаменитую книгу «Столкновение цивилизаций». 30 лет. Значит, активный ислам несовместим ни с каким иным образом жизни, ни с какой иной религией, ни с какой иной идеологией. Потому что ислам настаивает на том, чтобы подчинить все своим представлениям и своим порядком. Надо понимать, ислам это не религия. Ислам это образ жизни, это мировоззрение и это правило действия на все случаи жизни, никак иначе. Поэтому никакой мультикультурности, тем более с присутствием ислама, не может быть. С самого начала со стороны одних это наглая лицемерная ложь, со стороны других это вопиющая глупость. Это могло произойти только потому, что фашизм давно поднял голову. И не просто поднял, он и плечи давно расправил и руки давно распустил в разные стороны. Потому что первое, то, что фашизм, правое движение, это наглая ложь, составленная после Второй мировой войны, чтобы социалисты отмежевались от германского национал-социализма и от итальянского фашизма. Фашизм это левое движение, это коллективизм, это общее, это одна партия, одна идеология, совершенная нетерпимость к иным мнениям, это во главу ставится именно благо народа и благо большинства и никак иначе. Вранье о том, что это крупный капитал, это наглая ложь. Это для тех, кто абсолютно не вникал в это никогда. И вот этот вот самый фашизм, который не позволяет даже думать, вот этот фашизм стал диктовать свою повестку анонтикуйтурности и не сметь сомневаться. Этот фашизм нагло лжет, что нет никакой разницы ни в чем между расами. Я повторяю еще раз, я всегда полагал и сейчас полагаю, что первое, все люди должны иметь равные права и равные возможности. Никто не должен и не может быть ущемляем исключительно по принципу расы, национальности, цвета кожи, всего чего угодно. И третье, человека можно оценивать только по его личным качествам, ни по чему иному, ни по предотвращению какой-то группе. Это по отношению к людям, по отношению к большинству, по отношению к массам. Нет, разные возможности и данные рас не равны. Я называл сотни раз уже эти фамилии. Это Филипп Раштон, это Ричард Лин, это Чарльз Мюррей, это еще ряд имен, это статистики, которые оперируют стотысячными массивами. То, что ментальные, интеллектуальные, гормональные и другие данные разных рас не одинаковы. Мы ни в коем случае не должны применять к этому оценочный подход, то есть лучше или хуже. Мы не говорим лучше или хуже, нет, мы говорим неодинаковы. Из этой неодинаковости следует, что если гарлемские гиганты, все черные, лучше играют в баскетбол, то, однако, занимаются теоретической физикой или играют на скриптах лучше другие люди, другой расы. Из этого ничего не следует. У одних одни способности, у других другие. И вот если всех собрать в кучу, то получается резня. В Америке знают все правоохранители, вся тюремная система. Когда у вас в одной тюрьме белые, черные и латиносы, эти три группы насмерть враждуют между собой. Причем черные и латиносы режут друг друга особенно жестоко. И родня этих заключенных молит, ну расселите вы их, черт побери, вообще, по разным тюрьмам, по разным корпусам. Вы пускайте их гулять в разное время. Но установка правительства, у нас мультикультурность, у нас интернационализм, у нас все равны. Пусть нахрен режут друг друга, зато мы не отступим от наших принципов. Так вот, что касается этих погромов в Европе. Беда в том, что, о чем я писал в евреях как в авангарде, что подавляющее большинство евреев всегда, но с тех пор, как появились левые взгляды, придерживалось левых взглядов. И придерживалось оно их все последние десятилетия, ну, сто лет, на свою голову. Потому что в результате этих левых взглядов евреи получали по башке крепче других. Это их ничему не научило, потому что если что-то лежит в природе вещей, то природу вещей изменить нельзя. Нужно ее понять для того, чтобы как-то с ней взаимодействовать и что-то исправлять. И вот эти уроды еврейской национальности в Европе сплошь и ряду говорят, ну, как же, сегодня они будут вытелять мусульман, а завтра будут вытелять нас, евреев. Вас не надо выселять, мусульмане вас все вырежут, и дело с концом. Вот и вся недолго нельзя было устраивать этой нелегальной миграции. Но я повторял много раз, если Меркель не работала на штазе КГБ, то я ничего не понимаю в колбасных обрезках. У меня не может быть никаких доказательств этого. Я что, в архивы вхож, мне что, кто-то документы покажет? Разумеется, нет. Но по всей биографии, по всей логике вещей, только так и никак иначе. И когда она сказала, теперь заходите к нам все, в сентябре 15-го года, тогда же, когда Россия стала бомбить Сирию, тогда же, когда в Украине дела вообще завелись вообще штопором. Это было большое отвлечение Европы от российских и сирийских дел. Пусть Европа занимается своими исламскими нелегалами. Вот они их понасилуют, вот они их пограбят, вот тогда они не будут заниматься дурью, что там происходит в России. А законодательное, это применение законодательное, как это сказать, практическое право применения в Европе таково все последние десятилетия, что полиция охраняет мигрантов, запрещая их трогать, но не мешает мигрантам грабить, бить, насиловать местное население. Если возникает какой-то конфликт, виноват всегда европейцы. То есть, если возникает со стороны мигранта, это всегда бытовая ссора, со стороны европейца, это всегда национализм. Ну, что вы, дорогие мои, это официальная политика, это уроды, которые строят глобальный социалистический мир диктатуры. Вот что происходит. И евреи имели кретинизм все это радостно приветствовать и в основном шагать в первых рядах. Вот в первых рядах по морде и получают. А что можно сделать? То, что я описал в девятнадцатом году, вас предупреждали. То, чем я кончил, это эпитафия на берегу Ла-Манша, это не на могиле, а там, где он указал Герберта Уэллса, я вас предупреждал, проклятые вы, дураки. А Герберт Уэллс был гений. Такие мозги, как Герберта Уэллса, это несколько человек в столетие таких рождается. Такая вот история. Так что сейчас все, что можно делать, не оглядываясь на дусь собачью, на политкорректность, которая вяжет рот и руки даже таким мне глубоко симпатичным и мною уважаемым людям, как профессор Савельев или Дробышевский, которые говорят, нет, нет, все расы абсолютно равны, нет, нет, внутренних различий гораздо больше. Я не верю, что они настолько глупы, что не понимают, что дважды двадцать четыре. Их же вытянут из академического поля. Так говорить нельзя. Их же заплемят расистами. Это мне на все наплевать, я всю жизнь одиночка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!